привет мои хорошие с вами селена своей и сегодня у нас будет проверка лайфхака сегодня у нас будет присыпка против сухого шампуня на самом деле одна из моих подписчиц даже не одна подписчица несколько уже писали мне о том что вместо сухого шампуня можно использовать вот такую присыпку детскую я честно говоря не представляю как это присыпать свои волосы присыпкой и думаю попробую попробую и в итоге в прямом эфире в инстаграме кстати вот мой инстаграм подписывайтесь прямые эфиры сейчас будут чаще так душевненько последнее время мы общаемся и я с удовольствием все это делаю и ну и вообще много интересных постов так что присоединяйтесь будьте со мной вместе значит в прямом эфире в инстаграме девушка говорит а с ними видео вот я горит не знаю пользоваться или нет да и с ними видео вот сухой шампунь или присыпка работает ли этот лайфхак я подумала что это интересная идея и соодно и я сама для себя проверю работает или нет то что я не представляю как это присыпка у меня обычная детская вот такая вот а шампунь сухой у меня от капус стоит он недорого он стоит всего 230 рублей где-то его покупала здесь 150 миллилитров вонючий жутко поэтому я не знаю где я буду им шикать мне вообще все открыто окна двери открыты малой на улице спит я его вижу поэтому как бы не знаю может быть можно дома потом бежать отсюда потому что воняет очень сильно волосы у меня достаточно грязные для того чтобы использовать этот лайфхак вот да вы видите да что с распущенными бы так лучше бы не ходить уже как раз таки я собиралась помыть свою голову и думаю дай-ка я сниму видео для девочек ну что давайте сначала мы проверим присыпку потому что ее как бы проще его не будет меньше я даже по-моему ни разу не пользовалась я не знаю как это делать давайте вот возьмем вот эту большую часть я сделала присыпочка лучше чтобы больше и проверить не знаю можно будет потому все выходить на улицу как всегда как всегда как всегда как всегда блин наверно лучше сначала на руку блин много а блин я интересно вот все так делают когда что-то в первый раз это так смешно получается на эти видео посмотришь у всех так все хорошо а у меня вечно все через одно место получается не ну вроде для как-то убираю даже жирок хорошо бы чтобы была присыпочка которая высыпается так знаете но аккуратненько они как у меня мне не очень хорошо она сыпется кто-то на много я боюсь не видно нифига что я там делаю так давайте вот так и размажем растушуем смешной лакхак ну для съемки точно ну что у нас получается получается чистые волосы давайте еще вот здесь как бы может я неправильно что-то делаю как всегда ну ну-ка зеркало моё слушайте ну вроде бы как-то получше стало так вот здесь нет ой ну ну и 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 Так, ещё влажные волосы немножечко. Знаете, вот эти вот присыпки продаются на Алиэкспресс, они цветные. Бывают такие тёмные, чёрные. Мне кажется, что это как раз-таки детские присыпки, просто покрашенные в какой-то цвет. Ну и сделаны из правильного... Ну, присыпать вот так, да? Правильный выход у них наружу. Я порой не знаю, как сказать какое-то слово, забывая. Думаю, я не одна такая вообще. Влажные волосы ещё я их вот так сушу, как бы помыла. Так, ну и что мы скажем? Вот, смотрите, что стало здесь. Что здесь? Не знаю, как вам показать, как вам это сравнить всё. По ощущениям, сухой шампунь, кажется, больше подсушил волосы мои на корнях. И у него ещё лёгкий такой приятный холодок на озоне. Вот у меня даже сам холодный. Не знаю, на чём там сделано всё это дело. Вот, здесь я не... Ну да, не так... В принципе, можно присыпкой воспользоваться на всякий случай. Вот здесь особых я не вижу никаких. Ну, кстати, да, почему? Сверху отлично всё сделала. Можно идти вот так на улицу, что-нибудь поделать. И сухой шампунь хорошо справился. Вот, можете разницу просто сравнить у меня вот здесь. И вот здесь. Я здесь не пшикала внизу. Вот. В принципе, мне лайфхак этот понравился. Разница, что здесь голова чувствует себя свежо из-за этого холодка, из-за того, что чуть-чуть они были мокрые, они как бы подсушились вот так, да, и засушились. Мне даже кажется, что объёма здесь больше получилось. Вот. А с присыпкой всё равно ощущение немножко такое, знаете, не свежее, да. Может быть, на вид они стали лучше, но ощущение свежести не придала эта присыпочка. Вот. Но я думаю, что этим можно воспользоваться. Если сухой шампунь закончился, и у вас есть присыпка, то почему бы и нет, как я, например. У меня с малышом очень мало времени на то, чтобы помыть голову. И вот сейчас он спит, а я сейчас быстро её помою как раз-таки. Вот. После всех этих экспериментов. И не всегда бывает, на самом деле, такая возможность. Бывает, что вместо того, чтобы помыть голову, ты делаешь совершенно другие дела, тоже очень важные. Вот. Ну что. Надеюсь, вам мой эксперимент понравился. Если кто-то будет спрашивать, что у меня за помада, это, опять же, Пик Косметикс, цвет какао. И расчёску. Кстати, очень часто спрашивали меня, что за расчёска. Я тоже оставлю ссылку, где её можно взять, вот такую расчёсочку. Вот. В принципе, можно не мыть голову, да? Вообще сейчас модно, говорят, вот так вот. Вот. С солью даже я у... Ой, бородиной. У Бонни. Слышала, что специальную какую-то штуку покупают. Соль такую. Шикуют волосы с солью. И типа они такие, знаете, в соли. Мне вот нравится, кстати, вот такое. А вам? Пишите в комментариях, нравится вам такое или нет. Типа лохматые волосы. Типа только проснулась. Всё, мои хорошие. Была рада провести с вами этот лайфхак. Узнать что-то новенькое, интересное и полезное. Надеюсь, вам видео тоже было полезно. Поэтому ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь в инстаграм, который я здесь оставлю для вас. И мы с вами увидимся в следующем видео. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok